Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствия и почтения! Очень рада, что сегодня, 22 декабря, мы с вами можем вместе, через объединение наших сердец, через собственное намерение, через собственное убеждение, соединиться, слиться, как вам нравится, и создать какую-то новую программу. Например, «Земля процветает», «Всё человечество процветает». Это очень коротко, но у вас есть, конечно, своя интерпретация, и вы можете поработать индивидуально, творчески и выразить себя в каких-то других красках. Сегодня вашему вниманию я предлагаю тему «2022 год. Когда вы вернёте свою власть?» Арктурианский совет 9D через Даниэля Скрентона. Читает Лора. «Приветствуем вас! Мы, Арктурианский совет, мы очень рады предложить вам наш взгляд на ваш предстоящий год, который в ваших календарях известен как 2022 год. Прежде всего, мы хотели бы отметить, что два года назад мы говорили вам, что 2020 годы станут десятилетием пробуждения. И, безусловно, так оно и было, судя по всему. Мы также хотели бы напомнить всем о том, каково наше определение того, что такое бодрствование. Для нас бодрствование не имеет ничего общего со сбором информации в интернете. И оно полностью связано с тем, чтобы знать себя как существ источника энергии и видеть всех остальных так же, как существ источника энергии. Как только вы поймёте, что нет разделения между вами и Источником, вами и всеми остальными, тогда вы сможете действовать как бесконечное и вечное существо-творец, в сердце которого есть любовь и сострадание. Бодрствование, с нашей точки зрения, не имеет ничего общего с теориями заговора. Это не имеет ничего общего с сознанием того, кто на самом деле делает то, что за кулисами, и кто является и не является членом какой-то тёмной группы заговорщиков. Но мы понимаем, что иногда это те пути, по которым люди приходят к таким учителям, как мы. Учителям, которые расскажут вам о том, кто вы есть на самом деле, и передадут это сообщение домой снова и снова. Поэтому мы знаем, что всё, что существует, существует по какой-то причине. И эта причина всегда заключается в том, чтобы служить вам. При этом мы бы предпочли для всех вас, если бы вы не смотрели на прогнозы в 2022 году о 2022 годе и сознательно или подсознательно ставили себе на график, на котором вам не нужно быть или на котором вы не хотите быть. Вам не нужно соглашаться с тем, что, по словам, какого-то другого произойдёт в следующем году, только потому, что у них есть несколько интересных вещей, которые можно сказать о других аспектах жизни на планете Земля, которые вам нравятся. Но вместо этого сделайте 2022 год годом, когда вы вернёте себе власть. Сделайте этот год годом, когда вы используете свои знания о том, кто вы есть на самом деле, чтобы создать лучшую реальность для себя и для всех остальных на Земле. Пусть это будет год, когда вы сделаете шаг вперёд, как учитель, лидер и целитель, которым вы должны были быть. И пусть это будет год, когда вы будете направлять вновь пробужденных от того, что им не служит, и к тому, что им служит. Это всегда будет служить каждому из вас, чтобы знать, кто вы есть на самом деле, и использовать это знание, и применять его на практике, поскольку вы существа-творцы. Вы здесь не просто для того, чтобы жить в соответствии с заранее определенным набором обстоятельств, которые будут разворачиваться перед вами. Вы здесь для того, чтобы выбирать. И одна хорошая вещь, которую делает предсказание, заключается в том, что они дают вам возможность выбирать из множества различных временных рамок, которые освещаются тем, кто делает предсказание. Теперь, когда мы говорим, верните свою силу, мы не говорим о том, чтобы забрать её у кого-то другого, кто отнял её у вас. Мы говорим о том, чтобы отпустить всю эту идею о том, что кто-то другой может отнять у вас вашу силу и осознать, что у вас всё это время была сила внутри вас. Это означает, что вы перестаёте ждать, пока произойдёт что-то внешнее, например, полное раскрытие НИСАРА, ГЕСАРА, какая-то регулировка частоты с помощью технологии, которой у вас раньше не было доступа, например, медицинская кровать. Вам не нужно ждать сброса валюты, чтобы иметь более чем достаточно. Вам не нужно ждать приземления кораблей, солнечной вспышки или какого-либо другого крупного события, происходящего вне вас. Теперь, конечно, вы постоянно получаете помощь. Энергии, солнцестояния помогут. Гиды и галактическая команда, которые вас окружают, будут продолжать помогать, но вам не нужен кто-то вне вас в человеческом облике, чтобы сказать вам, что инопланетяне существуют и вручить вам кучу денег. Вы можете создать свою версию пятого измерения и жить в нем прямо сейчас. Но вы можете сделать это только в том случае, если признаете, что сила существовала внутри вас все это время. И как только вы осознаете это и начинаете получать к этому доступ, вам никогда не захочется возвращаться к этому трехмерному типу менталитета, мы против них, менталитета жертвы и преступника. Это не служит вам. Вы играли в эту игру какое-то время. Из-за этого вы должны испытывать определенные эмоции. Но теперь пришло время двигаться дальше. Пришло время перейти к пятимерной парадигме сознания единства. Единство, в которое вы движетесь, но в которое вы можете двигаться быстрее и радостнее, когда будете делать это сознательно и сделать это тем, чем является ваш 2022 год. Мы Арктурианский совет и нам было приятно общаться с вами. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...